ПОЭЗИЯ Предлагаю поговорить немного о поэзии, а все потому, что у нас в гостях Ирина Сапир, поэтесса. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Вы в Одессе совсем недавно? Я родилась в Одессе. Я в Одессе очень давно. Я родилась и выросла, и жила в Одессе до 17 лет. И после этого мы эмигрировали в Тель-Авив, уехала с семьей в Израиль и вернулась сюда после 25-летнего отсутствия. Расскажите, пожалуйста, как вы начали писать стихи? Что вас вдохновляло? Я, сколько себя помню, столько писала. То есть вначале это сложно было назвать стихами, но писала, я пыталась, рифмовала. Я не знаю, наверное, благодаря дедушке, который был тоже поэтом, военным поэтом, я вошла в поэзию. Благодаря родителям, которые привили мне любовь к книгам, я росла на поэзии Серебряного века, можно сказать. И Пушкин, конечно, тоже Золотой век. И как-то постепенно стала звучать внутри. В какой-то момент я поняла, что не писать я не могу. Это состояние, когда написание стихотворения становится частью твоей жизни, частью проживания любого опыта жизненного. Плохого, хорошего. Вы писали долгое время для себя, никому не показывали. В ящик. Я писала в ящик, потому что не была уверена в том, что это хорошо настолько, пишут ведь многие. Это хобби, многие вяжут, рисуют, но это все делается для себя. В какой момент вы поняли, что вот хочется этим поделиться еще с кем-то? В тот момент, когда мой муж взял меня за ухо и вытащил этот ящик и сказал, что с этим надо что-то делать. Я не была уверена в этом до совсем недавнего времени. Вы только недавно, да, стали... Я год назад была принята в члены Союза русскоязычных писателей Израиля. Вышла первая книга, вернее, вторая. Первая книга вышла для детей. Она называлась «Пушистый мир» про котов. С картинками очень красивыми художника Надежды Гудман. А это первая книга уже лирики моей. Мне очень приятно держать в руках. Что вдохновляет вас? Все. Все, что проходит через меня. А бывают какие-то моменты совершенно неожиданные, когда кажется, что здесь невозможно, чтобы посетила вдохновение, что-то написать? Бывает. Бывает абсолютно повседневный момент, будний, вдруг что-то рождается. Позавчера наши друзья подарили нам прогулку по ночной Одессе. И вечер был настолько незабываем, что мне просто не захотелось с ним расставаться. Знаете, это состояние, когда тебе не хочется отрывать себя от того, что вот сейчас происходило. И в таких ситуациях, как правило, начинает вырисовываться стихотворение. Я пришла домой, взялась за ручку. Вот стихотворение. А можно попросить вас? Я с радостью его принесла, потому что мне очень хочется его прочитать, хотя мне это риск. Я никогда так раньше не поступала из-под пера в эфир. Это страшно. То есть это стихотворение написано буквально несколько дней на вчера? Вчера я начала его писать ночью, писала в течение вчерашнего дня и вот вечером поставила точку. Я его буду, конечно, переписывать и шлифовать, и исправлять, но я рискну. Я очень, да, мне самое хочется его прочитать. Какая ночь, как тот мой сон, огни блуждают меж платанов, и темноту дробит неон людьми набитых ресторанов. Булыжный выклад мостовой, на лавочках воркуют пары, а замерцающей каймой огней приморского бульвара чернеет море. Мачт, ажур, каштанов, дремлющих навесы, и в кровь вливается гламур ночной сверкающей Одессы. Я смаковала этот сон так много раз, я помню точно. И новый город мой, Холон, испаренной жары полуночной, меня обняв, смыкался в круг. И вот сейчас на самом деле, на темном фоне неба дюк, взгляд устремил к незримой цели. И бьется сердце в унисон шагам по лестнице, что к порту бежит. А может, все же сон рвет ностальгией мне аорту, и воском тающие свечи вливает в ночь настой акации. Так придержи рассвет лучей, я не готова просыпаться. — Хотелось у меня спросить, какие ваши впечатления свежие об Одессе сегодняшней, однако, мне кажется, тот случай, когда стихотворение говорит лучше, чем любые другие слова. — Атмосферу Одессы передали прям очень точное чувство. — И все-таки, каково это вернуться в Одессу и посмотреть на нее вот на сегодняшнюю, на такую? — Знаете, когда я уехала отсюда, она, конечно, была совсем другой. У меня было такое ощущение, что я оставила здесь свое сердце. И, образно говоря, мне пришлось пережить эту потерю. Мне пришлось залечить эти раны и, наверное, вырастить новое сердце, в котором как бы Одессы быть уже не должно было. Но вот я сейчас приехала, и я понимаю, что я снова оставлю здесь свое сердце. — И сегодня вы подарите его частичку одесситам, потому что сегодня пройдет поэтический вечер ваш в музее Пушкина. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что ждет одесситам. — Это будет скорее день поэтический, чем вечер, потому что мы встречаемся там в 3 часа дня. Это получилось абсолютно случайно. Я пришла туда как посетитель в мой прошлый, совсем недавний визит, несколько месяцев назад. Познакомилась с руководителями этого замечательного места, зародились какие-то отношения, дружба, переписка. И вот сегодня я буду там читать. О том, насколько это значимо и важно, я даже, наверное, не найду слов ни в прозе, ни в рифме об этом рассказать. Во-первых, в принципе, приехать в свой город с достижениями и дать литературный вечер — это честь и это ощущение... Знаете, это как ребенок выходит из семьи, которого отправляют куда-то учиться, и он возвращается в дом с дипломом. В благодарность родителям за то, что они в него вложили. Вот, наверное, я так сегодня приду туда. Ну, я вообще читать в музее Пушкина это... Я даже мечтать о таком не могла. У нас есть, кстати, небольшой отрывок, так скажем, из вашей дипломной работы. Вы об этом не знаете. У нас есть сюрприз, и я попрошу режиссеров показать. Замри летящий миг. Не завершив падения, останься над землей, опавший желтый лист. Продлись случайный взгляд, уймись, сердец биения, прерви взлетевший звук аккорда пианист. Не опускайся, луч, от солнца отрываясь, остановись стрелой на спуске тетивы. Зависни, альбатрос, к волне не прикасаясь, расставив два крыла. На кончике травы, блеснув, застыни, роса, стекая каплей. Ветер, дыхание свое на вдохе задержи. Последний слог в почти дописанном куплете бумажному листку пока не расскажи, поэт. И задержись на пике вдохновения. Разлейся и сорвись. В лазури птичий клич. Замри летящий миг. Случайное мгновение, Чтоб мы могли твое величие постичь. Я раскрою небольшой секрет. Ирина не видела это видео. Это впервые так же было и для вас. Это снималось вот тоже совсем не так. Пару дней назад. Это был сюрприз, спасибо большое. Я не была к этому готова. Я не знала, что уже что-то в работе, что уже готово что-то. Я пока видела это только по другую сторону камеры. Понравился результат? Очень. Очень здорово. Спасибо большое. Вот за кадром Толик интересовался, есть ли у вас другие стихотворения об Одессе, более давние, для того, чтобы сравнить вот эти ощущения. Вы сегодня здесь в Одессе и те ощущения, когда вы ее покидали. Есть. Я поэтому открыла страничку на стихотворении, которая сегодня, может быть, читается мной уже по-другому. Мне хочется здесь что-то изменить. Но оно было написано сразу после приезда. Ну, что-то здесь звучит уже не так, как мне нравится, но я читаю, как есть. Называется «Моему одесскому детству». Мне память рисует иные просторы, Бульваров, каштановые коридоры, Плеск легкой волны у песчаного пляжа, Тень чайки на склоне зеленого кряжа, Задумчивый дюк, созерцающий море, Цветущий вьюнок на зеленом заборе, Акаций, платанов и кленов соседства. В том крае далеком живет мое детство. И строит все так же песочные замки, И вродит вдоль моря по пляжу в Панамке. Так радуйся, девочка, солнцу Одессы, Не зная пока, как продолжится пьеса судьбы. Как закапают горькие слезы На те на вокзал принесенные розы. Как город растает вдали постепенно, Как ступишь на новую землю смиренно, Как будешь скучать по красавице этой, Что столькими в рифме и прозе воспета, Как будешь во снах обращать свои взоры На эти родные до боли просторы. Они остались родными, ребята. Ничего не изменилось. Спасибо вам огромное. Такое вот лирическое настроение, Пронизанное любовью к этому городу, Вы к нам принесли. За это вам огромное спасибо. Больше проникнуться этим настроением Можно будет сегодня в музее Пушкина. Еще раз напомните, пожалуйста, Во сколько начнется творческий вечер? Вход. Бесплатный, я так понимаю. Вход свободный. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за этот сюрприз. Спасибо. У нас в гостях была поэтесса Ирина Сапир. Мы прервемся на рекламу, Вернемся совсем скоро. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok